Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Разбор полёта». В гостях у нас Борис Титов, бизнес-омбудсмен. И, наверное, теперь правильнее будет его представлять как кандидат президента страны. Проведут передачи Андрей Ежов и Станислав Кручков. Борис Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. Ну, я сразу объясню и вам, и нашим слушателям. Здесь, в этой программе, мы говорим о решениях, которые героям нашим приходилось принимать, и мотивах, которыми в той или иной степени приходилось руководствоваться при принятии этих решений. Начнем с вопроса традиционного. Ломать не будем сценарий, сложившийся. Каким было самое непростое решение Бориса Титова за всю его жизнь? Знаете, легко могу сказать. Тут же, даже не запинаясь, не заикаясь, я много лет после ГИМОН ездил на работу в Министерство внешней торговли. Назывался это тогда МВС, Министерство внешнеэкономической связи, компания «Союзнефтеэкспорт». Представляете, что такое работать было на экспорте, импорте. В общем, это было престижно. Я ездил в командировку. Правда, мои командировки в основном были на Кубу, а не в Англию. Но один раз даже в Англии был. Я еду очередной раз на своей машине трешки с такими порогами всеми ржавыми. И я понимаю, что мне больше не прямо к Министерству, я поднимаюсь от Белграда туда, не прямо к Министерству, а налево в свободную жизнь. Потому что я принял решение уйти из «Союзнефтеэкспорта» на авто, и пошел в частные предприятия, то есть бросился в рыночную экономику. Это было такое тяжелое состояние. Я думал, что же я наделал в этот момент. Такое, в общем, уютное место, престижное для Советского Союза было. Сумел добиться. Делал уже СП с финами по так называемым смазочным масшталам в Рязани. И вдруг все бросил и ушел. И в этот момент так, кошки скребли душу. Но когда я приехал, прошло полчаса, я понял, что тут есть чем заняться. И в результате это был 87-й год. Конкретно это решение. Здесь вы долго времени тратили на анализ, может быть, многое? Или все взвешивали, обдумывали? Или же наоборот? Ну, вы знаете, конечно, я всегда что-то взвешиваю, что-то обдумываю. Но тогда было очень сложно представить, как будет развиваться страна в будущем. Тем более, что потом мы узнали, что еще будет много разных эпохальных событий. И 91-й год, да, в 91-й год я уже работал в частной компании. Мы снабжали Белый дом первые телефоны. Такие были, вы это не помните, наверное, это были такие. Телефон, чемодан. Ну, и возили продукты из «Березки», потому что уже к тому времени что-то заработали. Могли себе позволить, потому что в магазинах не было ничего. Из «Березки» возили колбасу багажниками и отдавали защитникам Белого дома. Но в тот момент трудно было что-то предугадать и рассчитать. Главным мотивом все-таки я там думал, куда, чего, как надо было. Я всегда занимался какой-то мелкой коммерцией. Жилка в этом была. Продавал, покупал, зарабатывал. Но вот в этот момент, наверное, то, что не прошло... Вот как раз я начал говорить СП. Я двигал вперед какие-то новые экономические всякие идеи, проекты внутри «Союза нефтеэкспорта». И вдруг мне зарубили его. То есть сказали, что нет, мы не поддерживаем вашу инициативу, какая-то частная компания. СП, хотя это не частная компания, но здесь для них было какое-то рыночное начало непонятное. И мне его зарубили. И вот тогда я бросил все и сказал, все, я ухожу. Скажите, а вот когда вы принимали решение уйти из бизнеса и перейти на госслужбу, стать чиновником... Это предупреждение, это абсолютно... Я не чиновник до сих пор. И в душе, и даже... Ну, формально, конечно, я чиновник, но как это рождался этот институт? Я правозащитник. Вот к Федотову вы такой вопрос зададите, он тоже чиновник. Ну, формально, безусловно. Формально. Но вы зададите этот вопрос, как на него влияет его государственная служба. Мы защитники. Он прав человеком, я прав предпринимателем. И это была договоренность Польши. Мы предложили создание этого института Путину в свое время, как бизнес-организации. Прежде всего, деловая Россия, но и поддержали РСПП, это ПП-опора. Потому что у нас уже работали некоторые по защите бизнеса, мы кого-то уже спасали к тому моменту. Но полномочий явно не хватало. И мы договорились. Цель одна. Защищать бизнес. Путин тоже, когда эта проблема стояла, особенно уголовному преследованию, особенно встала, она и стоит до сих пор. Но тогда встала как-то по-новому, что бизнес начали очень много сажать. И мы говорим, что нам нужны полномочия, и давайте создадим такой институт, который, да, с одной стороны, цель у нас общая, но вы дадите полномочия, мы дадим управляющую команду. То есть, мы возьмемся создать институт. Вот на этой договоренности, собственно, мы и создали этот институт. Да, я получаю заработную плату сегодня у Путина, но моя задача, сформулированная в моем законе, который мы тоже приняли, защищать права предпринимателей от незаконного к ним отношения к государству. Борис Юрьевич, но согласитесь, когда вы занимаетесь бизнесом, вы делаете это для себя. Когда вы занимаетесь правозащитой даже в сфере бизнеса, вы это делаете не для себя. Конечно, но не для себя я начал работать немножко раньше, потому что, когда первый раз я пошел в РСПП, меня пригласили тогда в 2000 году в состав 27 членов бюро управления РСПП. Там было три квоты. Одна квота Вольского, одна квота была олигархическая, так скажем, одна квота, которая согласовывалась между всеми, девять человек. Вот я попал вместе с Кахой, Бендукидзе, там еще несколько человек, которые, девять человек, которые были вот в третьей квоте. Не такой большой бизнес, но согласованный между двумя командами. Там я начал работать, я первый раз увидел, что такое общественная работа, когда ты работаешь не для себя, а для системы, ну, то есть для society, для общества. И когда я создал комиссию по этике, изучив, вот первое, что я там сделал отдельно, как бы мой проект был, когда были эти войны, рейдерские захваты, корпоративные конфликты. Помните тогда, Смушкин-Дерипаска такой был по, вы не помните, по цельноз-бумажной промышленности. Знаете, первые такие крупные конфликты между членами бюро. Сейчас это все есть. Но тогда мы создали комиссию по этике, которая вот третейский арбитраж. Мы просто посмотрели, как это в Америке делается, называется EDR, да, независимое alternative dispute resolution, да, то есть такое независимое третейское разбирательство. Где основной инструмент – это, в принципе, репутация человека, да, не какие-то юридические нормы, которые действуют. И мы начали работать, и тогда, кстати, нам что-то удалось. Я понял, например, в Союзе, что такое защита, товарищеская защита. Меня наехали на мою компанию, очень серьезно. У меня была все-таки тоже, хоть и не олигархическая, но не маленькая компания по производству там минеральных удобрений и некоторой химии. Ну, и когда мне предложили ее так продать, за стороны, да, Межрегион Газа, мне пришлось там посидеть за границей, потому что я знал, что меня арестуют, если я буду пересекать границу. Ну, в общем, был серьезный такой конфликт, чем именно Межрегион Газ, это как дочка Газпромовская. Потом удалось его, конечно, не полностью, но все-таки я продал этот актив, потому что сначала предлагалось, чтобы я его просто передал. Тогда сообщество за меня встало, да, и вот эти многие мои товарищи по РСПП действительно серьезно помогали. Борис Титов, сегодня гость программы «Разбор полета», кандидат в президенты. Вы сказали, что общественная работа, в общем-то, это достаточно интересная история, а азарт и отдача сопоставимы, сравнимы с тем, что чувствует бизнесмен, допустим. Ну, я, честно говоря, для меня это очень похожие вещи. То есть, в бизнесе есть проект, вот есть проект «Абрау Дюрсо». Мы его сделали, конечный результат – это количество проданных бутылок, которые, кстати, в этом году рекорд поставили, и финансовые результаты, потому что это бизнес. Но есть вещи, которые оцениваются, вот сейчас, кстати, это отдельная тема, ICO, криптовалюты, там тоже интересная вещь. Не все же оценивается чисто своим доходом, окупаемостью проекта. Есть многие проекты, которые сейчас выходят на ICO, которые, да, в результате они оцениваются в стоимости токена, который ты выпускаешь, но у них нет прибыли. То есть, это бывают полностью гуманитарные проекты, работающие на системе. Интересует эмоциональная составляющая. А моя, для меня был проект «Деловая Россия», да, например. Я взялся за «Деловую Россию», хотя я понимал, что она была в тот момент очень на низком уровне, так, два года просуществовала практически, убежала. Ну, ушли руководства, осталась она без руководства. Взялся в «Деловую Россию», мы сделали стратегию развития именно организации среднего несырьевого бизнеса России, перерабатывающего. Ну, вроде бы вывели ее на какой-то уровень. Для меня был проект омбудсмена. Все меня, кто мне говорил, ты что, с ума сошел? Зачем это тебе надо? Там невозможно решать эти вопросы. Но мы все-таки подумали, мы продумали, как правильно построить систему, что без общественников, например, у нас сейчас 2000 общественников с нами работают. Вот с этим федеральным бюджетом, который у нас есть небольшой, там просто ничего не сделаешь. Если бы не поддержка, бесплатная поддержка огромного количества, и не только юристов. Это люди разных профессий, но очень хороших специалистов в налогах, и в безопасности пожарной, в безопасности экологической. То есть, все люди, которые занимаются такими отношениями, где есть отношения между бизнесом и властью. Вот они все нас поддерживают, тогда мы можем обрабатывать такое количество обращений. Поэтому проект «Бизнес-омбудсмен» идет, пока не закончился. Но мы поставили главный КПА и главный целевой показатель, что мы должны, как Чубай в свое время, РАО и ЕС не должны существовать. Вот мы считаем, что завершением нашего проекта должна быть ситуация, когда не нужны будут омбудсмены по защите бизнеса, потому что нормализуются отношения между бизнесом и властью. Пока, конечно, мы далеки от этого решения. Но для меня еще один проект, если можно, все-таки довершу, что еще один проект – «Стратегия роста». Почему вы говорите, что, в принципе, возможно это решение? Мы поняли, что вот такими малыми шагами, косметикой невозможно решить. Потому что сегодня проблемы, заложенные внутри, они значительно более системные, более сложные, чем чисто вот там помочь одному, второму или даже изменить уголовный кодекс. Проблема в том, что у нас такая экономика по структуре и обществу, кстати, по структуре в результате этой экономики, которая была нефтяной. Мы создали огромный слой чиновников, который сегодня, по существу, заменил средний класс. И не заинтересован в никаких изменениях. Плюс очень небогатые люди, которые составляют огромную часть населения. И вот это все не поддерживает не только какие-то изменения в стране, в смысле демократических изменений, но оно и не поддерживает бизнес. Не поддерживает. Поэтому для того, чтобы что-то изменить в стране, нужно изменить структуру общества. И вот «Стратегия роста» о том, что надо начинать с экономики. Сначала надо создать много-много собственников, предпринимателей, сотрудников частных компаний. Изменится средний класс, структура общества, и тогда и страна. Сначала свободная экономика, потом свободное государство. Поэтому самый большой проект в моей жизни – это именно «Стратегия роста». Чтобы действительно сегодня поменять экономику России. Сделать ее рыночной, реально основанной на людях, экономике, которая существует во всем мире. Ну, я имею в виду в развитых странах, и те, которые идут по этому рыночному пути. Но, к сожалению, у нас только на словах, риторике, а на самом деле в реальных делах. Мы один шаг делаем вперед, а два шага назад. Это специальный выпуск «Разбора полета». С нами кандидат президента Борис Титов. Мы выходим сегодня в записи. Вы можете не только нас слышать в эфире, но и наблюдать за происходящим в записи на Ютубе. Но о людях, да, о формировании человека, который будет вот это все делать. О том, как происходило формирование конкретного человека, мы здесь можем услышать. Я знаю, что первые 10 лет своей жизни вы провели в Новой Зеландии. Потому что вы... Нет, почему 10 лет? Нет. Нет? Все два года, но в совсем юном возрасте. Вы же из шести... Вы же из юридовских работников, да? Нет. Мой отец, он заканчивал, так же как мать, заканчивали, они геологи, они заканчивали Губкинский институт. Но потом отец учился хорошо, еще занимался спортом. Он был там баскетболист, входил в молодежную сборную России. Мы предложили попробовать свои серии в Академию внешней торговли. Он пошел в Академию внешней торговли, и его командировкой первой была в Красновой Зеландии. Я был совсем маленьким, я был 6 лет, и вот до 10 лет. Кстати, страна была уникальной в том плане, что туда разрешалось брать детей. Потому что обычно в ближние, более близкие страны дети или оставались здесь, в Москве, в интернате, или где была российская русская школа, то учились в русской школе. В Новозеландии не было, естественно, никакой русской школы. Но эта страна была так далеко, что люди не ездили в отпуск, не в командировки, поэтому разрешалось брать с собой детей. И вот мне очень повезло, что тогда, в шестилетнем возрасте, я пошел в так называемый... Новозеландцы зовут себя Киви. Вот в Киви-скул, да, в английскую новозеландскую школу. И ходил все эти 4 года в новозеландскую школу. Самое яркое воспоминание. Самое, да, концентрированное воспоминание того времени, потому что я уверен, что вы один из немногих, кто в 60-х годах оказался, ну, не то что даже в Новой Зеландии. Я думаю, в Австралии не так много было народа, если говорить... У меня было два друга. Мы играли вместе в ансамбле. Правда, ансамбль, ударная установка, это были баки для мусора. Но один мой друг был внуком самого богатого человека в Новой Зеландии. Джеймс Хатчестон даже помнит, как его зовут. А Питер Макласки был сыном руководителя коммунистической, маоистской, партии в Новой Зеландии. Мы все учились в одной школе, ходили друг к другу в гости и всегда стали друзьями. К сожалению, с тех пор расстались, даже пытался найти, но, к сожалению, не удалось. Дальнейшее образование по возвращению в Москву вы продолжили в спецшколе. Ну, спецшкола, это с английским, да, специализация на английском языке. Естественно, я мог туда поступить, потому что английский я как 4 года учился в новозеландский, Киви-Скул, поэтому, конечно, проблем с английским у меня не было. Но это было, да, я жил в коммунальной квартире до сих пор. Родители вернулись в коммунальную квартиру. Правда, я жил всю дорогу в чистом переулке. И сейчас вот до последнего месяца там проживал. Правда, дом другой. Это все та же квартира? Нет. Сначала был дом 10, где была коммунальная квартира, а потом мы переехали в дом 6. Это уже на волне перестройки нового своего бизнеса, первых заработанных денег. И вот в этом чистом переулке мы жили в коммунальной квартире. Правда, мой дед, он был серьезным врачом, терапевтом, лечащим врачом многих наших врачей. И он жил в подвале, но когда случилась революция, то владелец дома, известный архитектор в России, дома 10 по чистому переулку, тогда обухов в переулке, предложил ему покараулить квартиру. Я вернусь, но, к сожалению, он так и не вернулся, а квартиру отправили на подселение. То есть из этой большой билетажной, на билетаж, знаете, что такое, да, это верхний первый, начали подселять просто людей, ее перестраивать, чтобы он жил в этой коммунальной квартире вплоть до окончания института. И родители там были, хотя ездили уже в командировки заграничные, ну, вот первый кооперативную, квартиру первую смогли себе позволить только... Институт весь был МГИМО. Да, института, выбор МГИМО стал, не знаю, следствием того, что вы в Новой Зеландии выучили неплохо английский язык или просто это такая, возможно, семейная история. Ну, видите, семья у меня не совсем оттуда, то есть отец через Академию внешней торговли туда попал, в систему внешних, внешнеторговых отношений, но отец мой был убежденный технарь. Он работал потом в Министерстве электронной промышленности, а не даже не в МВСе. И он говорил о том, что надо сначала получить инженерное образование, а потом идти уже во всякие международные вузы. Ну, вот мы так думали, думали, как я собирался поступать, ну, тогда в Губкинске тоже. Но потом пришел друг, кстати, журналист, друг моих родителей, и сказал, да ты что, надо поступать в МГИМО, у нас связей нет, я в никаких списках не состоял. Он говорит, пробуй, потом в случае чего будешь поступать в технические. Я бы начал пробовать в МГИМО и поступил. Я правильно понимаю, что вы выбрали в качестве направления подготовки международную экономику, и испанский язык, в общем, не чужд был. Почему такой выбор? Почему что-то выбор? Ну, я не знаю. Или это как-то автоматически распределилось? Ну, вот Андрей Брежнев, который тоже поступил со мной на курс, кстати, у нас конкурс тогда был всего полтора человек на место. Сегодня найдите какой-нибудь университет, где такой низкий курс. Это почему-то вот один год был такой низкий конкурс у нас. Среди мальчиков, среди девочек там был ужас, а среди нас было всего полтора человека на место. Так вот, Андрей Брежнев достался японский. Правда, потом мы меняли этот язык. А мне как-то сразу мы дали испанский. Я не знаю, как это у них там распределялось в МГИМО. Но и у нас сформировалась такая хорошая группа, с которой мы до сих пор общаемся. То есть, от вашего выбора там ничего не зависело? Это такая добровольно-принудительная история с правами детей? Ну, мне повезло, я думаю, да. Потому что повлиять мои родители вряд ли могли как-то там на внутреннее принятие решений. Не того уровня были родители. Но то, что мне не достался там индонезийский или вьетнамский, ну, наверное, мне повезло, да. Кандидат президента Борис Титов. У нас сегодня гость программы «Разбор полета». Здесь в студии Стас Кричков Андрей Ижев. И вы открыли для себя мир Латинской Америки, да? Вы сказали о Кубе. Вы работали переводчиком в Перу. Да, я поехал работать еще до окончания института на пятом курсе. Здесь у нас были практики, посылали на месяц обычно в страны, где твой язык. Но здесь у меня была другая история. Меня послали сразу на год работать переводчиком. Потому что, ну, это была заявка такая организация, есть авиаэкспорт. Вот тогда там наши были Ан-24, 25 и Ми-8. И работали специалисты Милевский и Антоновский. И вот я должен был с ними работать. Хотя больше, скажешь, времени я все-таки работал в Таркпредстве. Потому что вместе с представителем авиаэкспорта, с которым мы много разных вопросов урегулировали, много было проблем. То есть, это какая-то рутина? Потому что не зажигательно об этом вы рассказываете. Нет, это было очень зажигательно. Могу рассказать еще одну историю, как меня вербовали. Есть такая организация, называется Сендера Леминосу. Это промооистское коммунистическое военное формирование в Перу. Которое тогда устраивало... Моисты, я смотрю. Да, моисты, да. По-видимому, они просмотрели мне в глаза. Этот, наверное, что-то там имел с нашими по идеологии. Я просто вышел... Ну, я не могу сказать, с каких я... Ну, правда, у меня еще в институте уже появилась кличка. Ну, опять же, не поверьте. Аппортунист меня назвали. Аппортунист Титов в госпограммах. Просто тогда у нас была еще поговорка в МГИМО. Вы сами понимаете, что такое было в МГИМО тогда. Слово не воробей. Поймают, вылетишь. Но вот у меня удавалось. Мне повезло с преподавателем. Действительно, даже он меня экзамен принимал отдельно от группы. Или раньше, или после. По научному коммунизму. Потому что, ну, вот мы с ним дискутировали. Я всегда был такой, все-таки, более правых, ну, имеется либеральных взглядов. И хотя, конечно, в той ситуации мы оправдывали социализм, естественно. Мы оправдывали. Но социализм должен быть с рыночным лицом. То есть, должно быть хозрасчет, мы все говорили. Мы должны все иметь возможность зарабатывать. Хотя и в рамках государственной собственности. Но мы постепенно как-то шли все-таки по этому... То есть, на крючок перуанских маоистов вы не попались? Не попал. Я просто, действительно, я вышел в город. Но у нас достаточно свободно было. Я жил в городе. Я жил вместе со специалистами. Несколько человек в одной квартире. Ну, у меня была своя комната, нормально. Вот. Жили в больших этих домах, которые были почти в центре города Лимы. И каждый день ходил на работу пешком туда-обратно. И где-то вот ходил в магазины, ходил в бары. Мы там были несколько молодых людей. Там вместе со мной моих товарищей. И в определенный день просто я сидел там на улице. Ко мне подошли и сказали, что мы знаем, что ты русский. Мы знаем, что вы там коммунисты. Давай будем сотрудничать. Я говорю, ну, хорошо, давайте встретимся в следующий раз. Ну, это... Сам пошел и сказал, что мы на меня вышли. Я должен был сообщить об этом, естественно. Такому повесту. И мне предложили... И мне предложили... Нет, ну, был, конечно, торгпредс. Естественно, мы все знали, да, кто сотрудники в советские времена, естественно. И сейчас тоже. Вот. Поэтому они сказали, давай пригласи их на какое-то место. Там договоришься о встрече. И пригласи их вот туда-то и в такое-то время. Сам будешь под контролем. Я туда пришел, пригласил, пришел, но они не пришли. То есть, наверное, что-то я сделал не так. Смотрите, вы были во многих странах, я так понимаю, латиноамериканского региона. Где, что ли? Ну, честно говоря, работал я больше знаю Кубу, я знаю Перу. Но в других странах я не так, чтобы... Прям в Аргентине два года назад первый раз, в общем. А, то есть, вот так вот. Но, тем не менее, многие сравнивают. Я знаю, есть такая точка зрения, что, в общем, Россия с экономической точки зрения, возможно, в ее нынешнем виде, это скорее вот что-то такое латиноамериканское. Мне бы очень хотелось, чтобы экономика России была как экономика, например, Чили. Или как экономика даже Аргентины сегодня, которая вышла на новую такую либеральную модель развития, сегодня действительно демонстрирует после стуких лет неудач экономических, да, и социализма, которая была вот в качестве главной модели предыдущего правления в Аргентине, сегодня выходит на такие рыночные, уже взвешенные экономические, экономический рост. И поэтому, конечно, нам не бы хотелось, чтобы мы были успешными, как некоторые, но в Латинской Америке есть другие примеры. Борис Титов, разбор полета. И Венесуэла, которая сегодня демонстрирует просто ужасную экономическую, не бывает хуже экономической политики, которая вся подчинена политике. Сравнивательная экономическая география продолжим после краткого выпуска новостей. В эфире у нас в гостях кандидат президента Борис Титов. Разбор полета. Разбор полета. Мы продолжаем разбор полета. Здесь кандидат президента Борис Титов. И мы говорили о его студенческом и постстуденческом прошлом. Ну и теперь, наверное, пора уже в современность нырнуть с головой. Мы плавно будем переходить. Когда она для вас наступила? Скажем, когда вы поняли, что все, советская действительность, она за бортом вашей жизни, да и, собственно говоря, исчерпала себя по сути. Ну да, конечно, да. Но вот таким моментом, что нет возврата, для меня была, конечно, победа над ГЧП. Потому что я стоял перед Белым домом, выступал Ельцин с балкона. И сказал, мы окончательно победили. И вот для меня была все. Свободная страна. То есть, мы переступили этот барьер. Окончательно уже победили коммунистов. Политбюро, которое все было уже под арестом. И все мы теперь можем развиваться, как свободная рыночная страна, экономика. Вот это был такой пахальный барьер. А на каком этапе условной перестройки, там, не знаю, если брать конец 80-х, вы поняли, что, в принципе, назад уже возвращения, ну, скорее всего, не будет? Это все понятно было уже тогда, что вот эта угроза коммунистического реванша, которая все время муссировалась, мне казалось, да даже если коммунисты вернулись, никакого возврата в коммунизм в Советский Союз бы не произошло. Кстати, это очень плохо, что мы тогда через коленку практически наклонили страну своими, очень правильно выстроенными политтехнологиями, умением политтехнологов. И все-таки заставили страну проголосовать за Ельцина с такой низкой узнаваемостью. Потому что мы практически вот этому пару, который накопился за первые годы либеральных реформ, не дали выйти. В стране они накапливались. Вот если посмотрите опыт, например, бывших социалистических стран, то нет такой страны, которая на время не возвращалась к руководству социал-демократами и бывшими коммунистами. К Восневске, в Польше. То есть практически везде. И в Венгрии, и в Болгарии. Мы видим сейчас тренд в Чехии. Но дело, да, да. Ну, Чехия, это немножко уже другая история. Это они уже забыли про коммунизм. Это уже их выбор сегодняшнего дня. Но тогда, когда приходят либералы, начинается накопление внутреннего недовольства людей. Потому что, конечно, реформы не всегда популярны. Иногда очень жесткие и болезненные для населения. И поэтому их надо было пройти. И то, что возвращались коммунисты, которые говорили, да нет, ребята, все, мы теперь за вас. Мы социальные, мы будем прежде всего ориентироваться на народ, а не на либеральные реформы. Да, какое-то время они сдерживали это, накопившись. А потом своими неэффективными действиями, неэффективной политикой опять население начинало понимать, что вот эти популистские лозунги не всегда работают. Что все-таки нужны люди, которые умеют что-то делать. Проводить реальные реформы, строить реальную экономику, а не те, кто пытается здесь красивыми словами нас ублажать. Поэтому возвращались коммунисты. Многие даже до конца срока не успевали досидеть. Уходили раньше в отставку, потому что к ним сразу же копились другого рода вопросы. Именно по их эффективности. И они уходили, обратно возвращались демократы, либералы, которые опять начинали продолжать те реформы, которые были в странах. Вот в Польше это конкретный пример. Знаете, кстати, где производится самое большое количество телевизоров, вообще бытовой техники в Европе? В Польше. Потому что Польша сегодня производитель для всей Европы. И Самсунгов, и Хитачи, ну, всех японцев, и китайских, и корейских производителей. Я еще слушаю про Турцию, но это географически не совсем. Турция не совсем Европа. Но, тем не менее, в Евросоюзе больше всего Польша. Но я просто хочу сказать, что вот тогда мы этому не дали в эти пару. Хотя бы возврат коммунистов. Мы видели, какие шли коммунисты. Это были уж далеко не коммунисты. И если бы вернулись, то какое-то время они там, может быть, поуправлялись страной. Мы очень быстро бы скопустились. В 1996-м ведь довольно мощный ресурс у коммунистов был. Треть губернаторского корпуса фактически была в Красном Америке. Ну, да, да. Но только нельзя было допустить, конечно, страна, чтобы разбежалась. Потому что там парад суверенитетов. Но за год, два, три они показали людям, что такое коммунистическое управление. Ну, даже не коммунистическое. Салдемократическое популистское управление. Вот так скажем. Вы обозначили рубеж августа 1991-го в романтических, в рациональных отчасти тонах для себя его фиксируете. А вот октябрь 1993-го. Вспоминаете это? Ну, я тогда не был в Москве. Смотрел с ужасом телевизор. Я начал свою карьеру. Уже самостоятельно я ушел из этого совместного предприятия. Пошел, создал в 89-м, 87-м. Это был уход из государства. В 89-м я уже создал свою собственную компанию. Который вместе с моим английским партнером. И уже в 92-м я вместе с семьей переехал в Лондон. Я работал в России. Были часть бизнеса не связанные с Россией, но очень мало. Конечно, в основном это был бизнес, связанный с Россией. Смотрел в телевизор в 93-м году, что происходит в Москве. Конечно, был ужас, страх, что вдруг мы действительно прогадали. Но это что еще сказать? Слава Богу, что все так закончилось. Но спустя 25 почти лет у вас как-то оценки того, что случилось, они не скорректировались? Не знаю. Я еще раз хочу сказать, что нормальный демократический процесс нельзя ломать через коленку. Кто бы ты ни был. Либерал, демократ, коммунист или даже фашист. У каждого, если есть какие-то люди, которые поддерживают какую-то определенную политическую программу, то они все должны иметь равный доступ к выборам. Фашистов, может быть, нельзя. Я бы неправильно сказал. Правых радикалов, так скажем. Фашисты, конечно, не имеют права участвовать за границей разрешенного. Но правые радикалы имеют право. Так вот, выборы и либерализм на то, и либерализм, что нельзя его ломать через коленку. Мы в 96-м году, мы, конечно, поломали через коленку страну. Вот это я считаю, что было неправильно. И то, что происходило дальше, конечно, во многом базируется на том, что мы тогда поступили неправильно. Борис Юрьевич, есть такой штамп, говоря о 90-х, употребляют формулу лихие. Вот вы для себя эти... Конечно, они были лихие, да. Я не согласен с тем, какая экономическая политика тогда проводилась. Я не согласен с Гайдаром. Правительством Гайдара и той программой, которую он придумал, я согласен с Явлинским и его 500 днями. Должен был быть постепенный переход, приватизация снизу, в смысле, выход на... Ну, и приватизацию в том числе, но и создание рынка в целом снизу, а не сверху. Мы же все перевернули наоборот. Я читал одно письмо от японского такого большого мозгового центра, экспертной группы, намура, которая написана была Гайдаром. Там после расшаркивания, какие мы невероятные реформы сделали, они говорят, ну, вы знаете, переход к рынку состоит из двух частей. Создание конкуренции и приватизация имущества. Вот все-таки мы считали, что сначала должна была быть конкуренция, а потом приватизация. А вы все сделали наоборот. На неконкурентных рынках, где было тысячи монополий в районных регионах, в общем, федеральных монополий после Советского Союза. Один производитель галстуков, один производитель молока в регионе, один производитель хлеба. Отпустить цены, это значило обречь страну на гиперинфляцию. Каждый начал поднимать, потому что думает, что сосед тоже поднимет. И поэтому вот это вот неуправляемое, пока не наладилось конкуренция, а конкуренция пришла в основном от импорта, за счет того, что поехали челноки, малый бизнес наш. Они поехали за границу, привезли хоть импорт, потому что никто не мог из государства нормально обеспечить импортные поставки, уже все рухнуло. Поэтому они, накапливая деньги, меняя их на черном рынке, но тогда уже не черном рынке, тогда уже был нормальный рынок валютный, они поехали и спасли Россию практически. А Гайдар просто все это, бум, и отпустил. И такие вещи делать нельзя. Лично вам, как бизнесмена от гайдаровской приватизации, что-то удалось получить? Естественно, он создал рынок. Но таким путем, как это было сделано, это было такое суровое испытание для огромного количества людей. Я был предприимчивый, я уже в 87-м году имел свою компанию, ну, ушел на частную компанию. Но огромное количество людей не были к этому готовы. И огромная часть интеллигенции, людей, которые занимались и наукой, и культурой, и которые вынуждены были копейки считать, или там извозом заниматься на своей трешке, или в Жигулях, то это, конечно, было серьезное испытание. Такие вещи над страной производить нельзя. Надо все-таки постепенно, несмотря на все сложности, которые были, действительно, страна досталась им в ужасном состоянии от коммунистов. Но, тем не менее, надо было постепенно решать эти вопросы. Там же пошла драка за активы. Да, мы участвовали. Например, мы покупали на чековых аукционах маленькие пакеты разных компаний. Потому что мы вообще трейдинговая компания. Первое, что мы заработали, это на том, что префинансировали за счет западных денег, западных банков, префинансировали экспорт. Вот на экспорт шел аммиак, минеральное удобрение. Мы давали на полгода им деньги, производителям. Помните тогда, но вы его не помните, страна помнит. Уже в котором повторяют валюту. Просто вижу молодых людей перед собой. Это ваше преимущество, а не недостаток, поверьте. Так вот, тогда были суррогатные времена. Кризис неплатежей денег не было. Огромная инфляция, поэтому нечем было расплачиваться. Вот мы заводили валюту на полгода в конце уже нашей работы, на полгода вперед. И они могли расплатиться за сырье, могли расплатиться за заработные платы, произвести продукцию. И через полгода нам поставить на экспорт аммиак. Вот это наш был первый бизнес. Но мы очень быстро поняли, что только этим жить нельзя. Надо все-таки заниматься производством. И первое, что начали строить в Советском Союзе, на советской территории, в городе Венспилс, Латвия. Это был еще Советский Союз. Новый терминал по перевалке жидкой химии. Первые деньги заработали, начали сразу вкладывать туда, потому что невозможно было экспортировать жидкую химию. Там ортоксилолы, бензолы, тулолы. Ну, это такие названия сложные, но это все наш экспортный потенциал. Так вот, а дальше начали входить в предприятия. То есть, у нас в конце уже было пакеты в шести предприятиях минеральных удобрений. В предприятии мы по ходу дела там занимались еще дополнительно химической. Входили Буденовский завод, который производил полиэтилен. Это Ставропольский край. Ставрополь полимер он назывался. Почти не разорились на нем. Вообще раз три, наверное, вот так чувствовал на грани себя в связи с нашими не очень удачными инвестициями. Но в результате потом мы сумели продать его и выкарабкались. Некоторую часть десятилетия лихих 90-х, как мы выяснили, вы провели в Лондоне. Вот это время с чем у вас ассоциируется? Ну, как? Во-первых, Лондон был совершенно другой тогда. А мы были одни из первых русских, которые русских вообще не видели в то время. В 89-м году в Лондоне. И на нас смотрели как-то такие диковинку. Кто же такие тут приехали? Ну, мы узнали больше Англию. Потому что, например, мы узнали, что есть большой конфликт между англичанами и французами. У нас мы пригласили, вот помните, я говорил о том, что было при финансировании. Нам помогали из банков. Мы взяли специалистов из крупных западных банков. И он был французом. И он был, по-моему, одним из очень немногих французов, кто отважился приехать в Лондон работать тогда. Но я могу сказать, что за день до его приезда, мои английские, такие очень чопорные англичане, они такой слон-пипл это называется. Они не аристократы, но очень такой средний класс английский, очень традиционный. Поменяли все картинки. Битва при Ватерлоу. Вдруг весь офис преобразился. Победа английских войск над французами. Это была главная тема, которая оказалась у нас в офисе. Но постепенно это все уходило. Конечно, Лондон становился более космополитичным, более международным. Французы сегодня чувствуют себя там уже совершенно по-другому. Но тогда вот для меня удивилось. И сколько еще англичане тратили времени на обеды. Это меня тоже очень сильно поразило. Потому что, если вы не знаете, в традиционных английских ресторанах, кроме закуски, основного блюда и десерта, есть еще пост-десерт. Там есть, например, жареные бутерброды с сыром, жареные уст. Ну, какой-то такой набор небольших. Потому что они так долго обедают, что они успевают проголодаться. И поэтому они после десерта заказывают еще пост-десерт, уже не сладкий. Меня в их кухне всегда калорийность завтраков очень удивляла. И совершенно непонятные для меня остаются вещи. Сейчас, когда я приезжаю в Лондон, это уже не так часто происходит. Но я живу в отеле, и я всегда пытаюсь заказать утром английский завтрак. Ужаснуться на все это. Но все-таки съесть эту сосиску йоркширскую. Потому что это, конечно, очень традиционная вещь. Борис Ильич, а вы трансформацию отношения англичан к русским за эти годы как-то сейчас замечаете? Знаете, мы тогда, вот диковинки, чтобы мы были одним из первых, русские были очень популярны. Потом все более и более популярны. И к русским отношение было очень хорошее. И потому что русские приносили за собой деньги, огромные инвестиции в недвижимость Англии, которая росла как на грибах просто. Стоимость, к сожалению, мы этим не занимались. А могли бы заработать большие деньги. Так вот, то, что сегодня, конечно, меня удручает, то, что даже сейчас, приехав в Лондон, это мало есть людей в Англии, которые готовы разговаривать даже. Хотя мы нашли таких людей. Вот сейчас пытаемся создать некую группу. Не могу называть их фамилией у нас. Четом Хаус Рулс. То есть, мы можем говорить, о чем мы говорим, но мы не можем говорить, с кем мы говорим, кто конкретно говорит. Но, тем не менее, пытаемся найти какие-то. Правда, не все нам способствует в общей политике. А что было предпосылкой к тому, чтобы отношение к россиянам, к русским изменилось вот таким радикальным образом? Ну, что... И когда мы это почувствовали? Конечно, то, что Крым, это была веха такая, наверное, самая основная. Потому что в момент принятия решения по Крыму, дальнейшие санкции, которые начали все принимать, ЕСовские санкции, то, конечно, это являлось таким барьером. Насколько я помню, вы поддержали этот шаг. Я продолжаю поддерживать, потому что у нас огромное количество наших товарищей и предпринимателей, которые понимали, что Крым это... Я не поддерживаю Ельцина. Тогда, когда они подписывали Беловежские соглашения, даже не ставили пункт о Крыме. Ну, тогда Крущеву надо апеллировать. Нет, Крущеву не надо апеллировать. Ведь он в рамках Советского Союза, он же не выделял Крым в отдельное государство. Он просто передал от одной республики другой. Никаких изменений, в принципе, в жизни людей или в жизни... В экономике не произошло. Конечно, может быть, Советский Союз был таким тоталитарным государством, поэтому не очень он советовался с другими. Но это было решение внутри страны. Когда мы уходили, и Ельцину надо было срочно подписать соглашение, чтобы вся власть перешла к нему от Горбачева, то тогда даже не вспомнить о Крыме, я считаю, была большой ошибкой. Потому что именно Крым, это, конечно же, российская территория. Никогда там... Там появились первые знаки. Я вот сейчас был в Крыму, специально спросил. Знаки дорожные на украинском языке появились только при Ющенке. Даже предыдущие все правительства, независимые украинские, они даже не поменяли знаки на дорогах. В Крыму это русская территория. Там по-украински говорит абсолютное меньшинство населения. Поэтому, конечно, то, что решился вопрос, такой был эмоциональный. Конечно, все риски были очень высокие, что Крым переходит к России. Но я могу сказать, что мне уже звонили оттуда после Майдана, как завершился. Говорили, что мы действительно выходим на улицу, построим баррикады, платим сейчас, покупаем на продовольствие, потому что идут какие-то сектора правые через перешей, и мы будем защищаться. А это были наши предприниматели. Тот же Чалый, который один из крупнейших инновационных предпринимателей. Они русские. А вы видите разрешение сейчас этой проблемы, учитывая все те негативные последствия, которые этот шаг российского правительства и Путина лично привел, в частности, к проблемам на международной. Давайте отставлять оценки мне, чтобы я давал оценки. В интервью все-таки мне положено о выходе из этой ситуации. Из этой ситуации, я считаю, выход не в Крыме, не решение вопроса Крыма, потому что на самом деле Крым в мозгах у европейцев, он русский. Вот даже я участвовал в конференции, которую проводил фонд Маргарет Тэтчер, и со мной на панели был один генерал, он бывший главнокомандующий войсками Великобритании. И когда зашел вопрос о Крыме, он официально на всю аудиторию, это был в июле или августе прошлого года, сказал, вы знаете, а мы нас вообще в академии, Royal Academy, учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими, и зал его понял. Это исторические, культурные, а есть юридические. Слушайте, юридические составляющие тоже не все так. Потому что Бутапештские соглашения не были ратифицированы самой Украиной. Вы знаете, что никакие соглашения не действуют, пока они не ратифицированы парламентами. Никто не ратифицировал эти соглашения. Поэтому юридически здесь тоже есть вопрос. Но еще раз, здесь вопрос более, чем юридически. Можно было, конечно, создать анклав, и посоветовать местным, тем, кто возглавлял это национально-патриотическое движение в Крыму, создать очередную Абхазию или Южную Осетию. Но мне кажется, здесь больше сыграл еще эмоциональный момент, что все-таки Крым должен вернуться. То есть, Крым никогда не был чужой территорией. Это была всегда российская часть. Кроме тех времен, когда там возглавлялись османами. То есть, получается, замкнутый круг. И наладится отношение со всем миром. Есть выход из круга. Я вам скажу. Выход из круга по Украине. И вот чем мы занимались с англичанами, тем, о которых я говорил. Прежде всего, найти выход украинской проблемы. Я имею в виду Донбасс и Луганск. Потому что вот здесь, если мы решим этот вопрос, Крым может чуть-чуть ждать. Вы знаете, что, например, Прибалтика никогда не была признана в качестве частью Советского Союза Западом. Туда оказалась оккупированная территория. Да, оккупированная территория. Послы, они никогда не вошли в соглашение. Ни Ялтинские, ни чего. Но, тем не менее, это не мешало подписать Хельсинские соглашения в 1975 году. И это было подписано с коммунистами. Это был Брежнев, кто подписывал соглашение. И поэтому вот здесь Крым, он должен быть этот вопрос каким-то образом потом. Но пока надо решить главные проблемы. Конечно, проблему Сирии, проблему Украины, Донбасса и Луганска. И если мы решим эти вопросы, то Крым найдет свое решение. А проблема Сирии почему актуальна для среднего россиянина? Вот сейчас. Ну, я не могу сказать, что она актуальна для среднего россиянина, но вопрос вот этого нашей силы внешней, вопрос, то, что мы участвуем в конфликтах, которые влияют на весь мир вообще, что у нас есть слово в решении. Потому что, конечно, ментальность, это важно для русского человека, среднего взятого человека, это важно. Почему для того, чтобы получить слово? Я вынужден сослаться на ваш возраст, потому что в 90-е годы, когда мы ушли... Ваши предшественники на этом месте делали то же самое. Не знаю, но еще раз, это не недостаток, а большое преимущество. Так вот, в 90-е годы это ощущение того, что ты был сильной страной и представлял сильную страну, и вдруг тебя опускают, и ты чувствуешь, что ты просто вот... Ну, кто там... Кто с нами считается? Это было нормальное чувство, потому что с нами реально не считались. Нам помогали очередной... Как в Украине, да, сейчас отстегивают эти транши, правда, помните это название? Первый транш имени Комдисю. Это улицы в Жуковке назывались. Улицы первого транша, Комдисю, улицы второго транша, потому что эти деньги в основном оказывались в личных домах на Рублевском шоссе. Так вот, поэтому люди, которые привыкли чувствовать себя гражданами великой державы, в таком ущемленном состоянии, начинают искать любые возможности для того, чтобы почувствовать себя намного более уверенно, и в мире тоже. Поэтому это сильные влияния внутри заложенной психологии именно страны, как сильной мировой державы. Сейчас нами считаются, как вам кажется, вот то, что мы... И любые нами вынуждены считаться. Я понимаю, что доверия нет. То есть, понятно, что мы сегодня ушли в зону очень опасную. То есть, когда нет доверия, вот, кстати, там участвовали они без названия имен, могу сказать, должности, они действующие были генералы, английские. Вот они больше всего жаловались на то, что нет коммуникации. То есть, мы даже не... Даже возникающая какая-то ситуация, да, конфликтная, аварийная, какая угодно. У нас нет даже сегодня коммуникации между штабами войск. И поэтому это очень опасно. Доверия нет, но сегодня надо искать в любом случае пути к нахождению каких-то компромиссий. Мир заинтересован в компромиссии. Я уверен, что та, в общем, сегодня очень жёсткая психологическая ситуация, которая существует, ну, не в Европе, скорее всего, в Англии, в США, она может постепенно разойтись, если мы найдём какие-то точки соприкосновения. Кандидат в президенты от партии Роста Борис Цитов говорит, из программы «Разбор полёта». Спасибо, что нашли время прийти к нам. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что смотрели нас и слушали. Здесь в студии были Стас Крючков. И Андрей Ежов. Удачи вам. Разбор полёта.